Ужасные огромные ящеры с острыми зубами. Так, наверное, представляют себе динозавров большинство обывателей. Вообще динозавр переводится с греческого как «жуткий ящер». Это чешуйчатые существа, которые ходили на двух или четырех ногах и откладывали яйца и жили на планете 160 миллионов лет. Жили они везде – от Азии до Антарктиды. В настоящее время науке известно около тысячи видов динозавров. Но что мы знаем о сегодняшних представителях этой доисторической группы? Давайте узнаем вместе. А начать мы предлагаем с самых логических, на первый взгляд, потомков древних ископаемых – с рептилий. И первыми на очереди у нас будут крокодилы. Насколько же близки данные рептилии? И динозавры, и крокодилы принадлежат к одному классу присмыкающихся. Оба надотряда – крокодиломорфы и динозавры – вышли из группы архозавров. Да они еще и жили в один временной промежуток. Тот же дейнозух из семейства аллигаторовых жил 80 миллионов лет назад. То есть трехтонный дейнозух мог лакомиться каким-нибудь мелким видом тираннозавра. И это вполне серьезно. Ведь возрасты совпадают и место обитания тоже. Их родство может быть очевидно. Только вот они развивались десятки, сотни, миллионы лет параллельно друг другу. Крокодилы освоили в большинстве своем пресноводные водоемы. Динозавры же освоили все – море, воздух и, конечно же, сушу. Наши сумки и ремни в каком-то роде тоже племяшки динозавров. С крокодилами все относительно понятно. В силу того, что их ареал обитания, тропические реки, озера, болота почти не менялись, то и с самим крокодилом меняться не было смысла. Нет причин для эволюции – значит нет эволюции. Первые крокодилы жили в основном на суше и только позже перешли к жизни в воде. Все современные крокодилы приспособлены к полуводному образу жизни. Обитая в воде, яйца они, однако, откладывают на суше. С отцами динозавров все намного сложней. Мало того, что эти ребята не хотели сидеть только на суше, так еще и сами динозавры развивались очень быстро. Количество всех названий может запомнить далеко не каждый палеонтолог. Так, еще один родственник, которого прищурившись можно сравнить с уменьшенным крокодильчиком – это ящерица. А точнее, похожая на ящерицу Готерия. Готерия похожа на игуану или на ящерицу, но это лишь сходство, ведь для Готерии даже учредили отдельный отряд – клювоголовые. Некоторые специалисты считают, что Готерия является единственным ближайшим родственником динозавров и встречается на нашей планете до сих пор. Рептилия появилась в триасовый период около 250 миллионов лет назад, и сейчас животное проживает исключительно в Новой Зеландии. Ученые также определили аминокислотную последовательность ДНК и РНК и выяснили, что Готерия имеет связь и с рептилиями, и с млекопитающими. Оказалось, что геном ее содержит около 4% так называемых блуждающих генов – порядка 10% генов, относящихся к утконосым и ехидным, и менее 1% – к млекопитающим, таким, как человек. Это было весьма необычное наблюдение, которое показало, что геном Готерии представляет из себя комбинацию компонентов млекопитающих и рептилий. Заявил профессор Университета Аделаиды Дэвид Адельсон. Готерии – последний выживший вид рептилий, ходивших по нашей планете вместе с динозаврами. Отмечает уникальность открытия Адельсон. По мнению ученых, Готерии крайне рано, около 250 миллионов лет назад, отделились от вида ящериц и змеи. При этом приматы возникли всего около 65 миллионов лет назад, а гоминиды, от которых произошли люди, появились примерно 6 миллионов лет назад. По сравнению с этими рептилиями, мы все-таки очень молодой вид. Примерно те же 220 миллионов лет назад землю населяли еще одни современники динозавров – черепахи. Сегодня от своих древних предков черепахи отличаются тем, что у них нет зубов, и они научились прятать голову. Черепах справедливо можно считать долгожителями. Они доживают и до 100 лет. Они прекрасно видят, слышат, имеют тонкий нюх. Черепахи даже запоминают человеческие лица. Для чего интересно им эти знания? Может быть, это старая привычка присматриваться к потенциальной пище? Как бы то ни было, черепахи сумели пережить катастрофу, погубившую динозавров, и дожить до наших дней почти не изменившись. Но они не связаны с динозаврами, тесными узами родства, поскольку принадлежат к другой ветве генеалогического дерева рептилий. Самые ранние черепахи существовали вместе с динозаврами миллионы лет назад. Однако связь с динозаврами несколько отдаленная. Интересно отметить, что современные морские черепахи являются ближайшими потомками древних черепах, а не обитающих на суше видов с твердым панцирем. Да, все они связаны друг с другом, но черепахи более тесно связаны с крокодилами, чем с динозаврами. Кроме того, можно констатировать, что черепахи имеют более позднего общего предка с птицами и крокодилами, чем с ящерицами и змеями. Так что это внучатые племянники дяди тех самых динозавров. А вот потомки древних черепах все еще существуют и сегодня. Так, например, грифовая черепаха имеет роговые щитки карапакса, которые обычно образуют на спине три продольных пилообразных гребня, состоящих из крупных чешуек. Задний край панциря особенно сильно зазубрен. Все это вместе с тяжелой, покрытой наростами головой, придает животному примитивный облик, напоминающий вымерших анкилозавров, род растительноядных рептилий из надотряда динозавров. Но, как мы уже говорили, все это условно. Так как же все-таки определить, является ли то или иное современное животное родственником динозавра? Выходит, что это не такая уж легкая задача. Некоторые животные могут внешне походить на динозавров, но этого недостаточно. Необходимо еще одно сходство скелета, а также определенные общие особенности поведения. И вот здесь начинается самое интересное. Оказывается, птицы произошли от группы двуногих динозавров, известных как терапод, в состав которой входит могущественный хищник тиранозавр рекс и более мелкие велоцерапторы. Постойте, тиранозавр был одним из самых больших и страшных существ, которые когда-либо существовали. Так что все его родственники тоже должны быть огромными и устрашающими, верно? Не совсем. Исследования окаменелостей показали, что могучий тиранозавр на самом деле разделяет довольно значительное количество ДНК с современными цыплятами и, соответственно, со всеми птицами. Казуары тоже одно из таких животных. Эту птицу принято называть динозавром наших дней. Самые первые следы этих птиц ученые относят к юрскому периоду, который закончился примерно 145 миллионов лет назад. Казуары живут в тропическом климате Южной Австралии и Гвинее. По своему виду казуар похож на страусов и эму, но есть несколько различий. Например, своеобразный шлем на голове, который сделан из губчатой ткани и покрыт сверху роговым веществом. Ученые до сих пор не могут понять, зачем птицам это приспособление, но, возможно, оно помогает обороняться от врагов. А знаете ли вы, что и страусы очень тесно связаны с видом динозавров, восходящим к позднему меловому периоду? И если подумать, то имеет смысл, потому что у страусов действительно есть что-то динозавровое. Их общие размеры форма очень похожи на несколько видов динозавров, включая печально известного велоцираптора. Даже их когти похожи. Эта замечательная птица, которая теперь обитает на равнинах Африки, пережила целый ряд событий вымирания, пройдя по Земле более 66 миллионов лет. Ну и, конечно же, есть еще птицы, чья внешность не позволяет сомневаться в теории родства с динозаврами. Это китоглавы. Крупная птица, которая обитает в тропических болотах Восточной Африки. Китоглава ни с кем не спутать благодаря серому оперению и огромному толстому клюву, напоминающему старый деревянный башмак. Китоглав внешне чем-то напоминает пеликана, а размеры птицы впечатляют, особенно если видишь ее впервые. Средняя высота пернатого составляет 120 сантиметров, но встречаются особи, достигающие 150 сантиметров. Размах крыльев может составлять 2,5 метра, но при этом вес птицы небольшой – всего 5-7 килограммов. Поистине удивительное существо. Вот так, познакомившись с современными динозаврами, если так можно сказать, мы видим, что ближайшие родственники динозавров в современном мире – это птицы. Тому сотни доказательств разбросанных в виде окаменелостей по всему миру. Но и крокодилы с черепахами также и их родственники. Просто они – внучатые племянники, а черепахи и того дальше. В заключении итог очевиден – динозавры сегодня имеют перья. Так что теперь вы никогда уже не будете просто смотреть на скромного голубя в своем дворе. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!